история такая я буквально неделю назад когда поехала на кавказ домой да я решила посетить пятигорск с племянницей и посмотреть что-нибудь из жилья да возможно думал о переезде все-таки в родные края и а вот мы с ней организовались и поехали в пятигорск перед отъездом я посмотрела на часы думаю брать не брать их но думаю если поедем горы пойдем там да думаю смогу отследить сколько там в день проходила это же эти часы которые расстояние там тренировки все можно и по ним смотреть а думаю нет понадобится для статистики заберу их собой ну вот короче получается мы где-то три дня наверно про были в пятигорске как раз за эти три дня я встретилась еще есть триллионером из мсу вот и буквально последний день а до этого вот до этого я обсуждаю с сестрой пошив платье для намаза вот этого кстати который на мне сейчас и мы с ней выбираем ткань в интернет-магазинах но что через интернет мы такие не смогли выбрать точнее мы выбрали написали но нам так и не ответили она говорит все равно ты боишься пятигорск а там большой получается рынок она говорит вот там на рынке зайдешь и уже сама посмотришь пощупаешь и пешкает сама себе ткань ну вот получается последний день у нас маршрутка отъезжает где-то часа почти в два и у нас остается буквально часик чтобы побегать по магазинам посмотреть на ткань вот мы бегаем по магазинам я нашла вот сначала ткань основной вот эту да а к ней нужно было найти еще ткань для отделки вот рукавов получается да и верхней части и я все хотела именно синюю ткань но думала есть ли синя бежевого цвета да думаю буду искать синюю синий трикотаж и получается так что не нахожу я этот синий трикотаж уже обошла несколько магазинов по рынку не нахожу и опять возвращаюсь в один и тот же магазин почему-то вот я кручусь кручусь и опять хожу в этот же магазин думаю ладно уже куплю бежевую раз растений нету покупая ткань короче садимся в маршрутку приезжаем домой сажусь я а я пошла брать омовение и понимаю что я не снимала часы обычно когда беру нам омовение всегда снимаю часы я понимаю что у меня нет на руках часов я буду посмотреть на то место где я сидела думаю может быть я там сняла раньше чем я пришла в ванную комнату прихожу нет часов начинаю вспоминать судорожно все перекручивать весь день когда эти часы на меня потерялись и ничего не могу вспомнить вот из-за того что вот такая ситуация я все забыла вот не помню когда я последний раз смотрела на часы обычно я на часы смотрю часто когда там но в дороге до или особенно тем более когда маршрутка там ограничена да я получается во времени ограниченного я всегда смотрю на час а так как я тут сестрой была на телефоне я постоянно смотрела на телефон получается время видела на телефоне и надобности на то чтобы посмотреть на часы у меня не было дома сижу еще вечер вся в раздумьях что делать с квартирой в голове все эти цифры перебираю пересчитывать 9 с кредитом пытаюсь ввести амалия смотрит на мне говорит мамы что ты грустишь из-за часиков я говорю да не из-за часиков говорит я и говорю я вот из-за свои дела говорю перекручиваю в голове она мне начинает говорить я горд тебе поищу где часики чтобы ты горд не грустила с одной стороны вроде бы да ну думаю часы и часы но потеряла и потеряла все теперь чуть-чуть что поделать с ними значит думаю значит так должно было быть вроде бы как с часами успокоилась становлюсь на нас и понимаю что мне не не приятно не то что неприятно непривычно я привыкла что у меня всегда достать стою вот часы по моей рукой опять возвращается эта мысль что у меня нет теперь часов думает что делать но думаю значит надо покупать новые сестра мне говорили же 2 карт почитай карта 2 когда теряешь что-то а да я еще думаю ладно позвоню еще водителю маршрутки спрошу может быть я там в маршрутке выронила позвонила туда мне говорят нет ваших часов нет у него нас потеряли ну думаю ладно не у вас так не у вас и потом вечером уже перед сном 2 я это почитала все равно перед сном еще почитала 2 сумма ракет намаза да да ракета суммы почитала 2 в интернете нашла при потере и легла спать на следующий день просыпаюсь и у меня в памяти просто всплывает момент когда я проходила в магазине и у меня как будто бы что-то упало я обернулась посмотрела под ноги но там ничего не было ну и так как мы торопились я естественно дальше не стала смотреть но я вспомнила какой это был магазин и в каком это было месте это было самое интересное еще дальше племянницу она получается встретилась со знакомыми в пятигорске когда были и они говорят ну они как раз таки тоже работает в этой сфере сфере одна из подруг и она и говорит на суше герта может ты это к нам на работу придешь в пятигорске устроишься и они зовут на собеседование и вообще случайно я понедельник вспоминаю про то про тот магазин где я выронила возможно возможно я еще не понимаю что я там могла выровить просто вот случайно после сна до на следующий день я просто этот момент случайно вспомнила она едет во вторник получается ее зовут на собеседование она едет пятигорск там до отъезда маршрутки остается буквально полчаса да она говорит и я опять же читаю короткая 2 которое сестра советовала а это 2 сестра говорит она говорит на самом деле сильная потому что у нас однажды был случай дома ну это это 2 уже не первый раз она говорит я испробовала это но действительно рабочие попробуй как потому что у нас тетя есть инвалид да и вот она однажды у нас просто в селе сильный ветер такой она идет магазин и этот ветер просто у нее из рук забирает вот эти деньги которые у нее в руках были это было по-моему где-то 500 рублей вот она приходит домой к сестре чуть ли не плачет якорь деньги потеряла ну и то ли племянник делает темной поклон и читает вот это дуа на улице ветер просто ужасно сильный они выходят надежды что эти 500 рублей сейчас найдутся вообще нет но самый прикол то что буквально от того места где стояла тетя и пройдя где-то метров сто в сторону вообще другой улицы эти деньги улетели и упали прям в грязь и в грязи вот стоят вот в общем так удалось найти ей эти деньги и в этот же день у соседки также приносят пенсию да пенсию нас обычно почтальон приносит она вручайте 500 рублей и 5 тысяч не 500 рублей и эти 5000 у соседки просто улетают и она их больше не нашла а мы свои 500 рублей благодаря вот этому два нашли потом случай был еще у сестры и уже у второго сестры это у старшей сестры тетя живет а у второго сестры пропали козы и гуси и тоже такая же история с этим же два тоже все находится и сестра мне говорит вот видишь как оно рабочее почитай тыкать и у тебя найдется короче я его еще раз читаю на следующий день как раз вот племянницу прошу говорю иди сходи вот в тот магазин я крутой со мной была она помнит где это было вот там то там то должно быть и что вы думаете она идет в этот магазин и действительно мои часы лежат там они оказывается имеют такую коробочку для потерянных вещей и если там владельцы приходят да за вещи то они соответственно эти вещи отдают вот так вот получилось что такое интересное стечение обстоятельств получилось так что действительно в этих часах есть благо для меня потому что два она так и звучит что когда вы читаете два да вы говорите о всевышний верни мне утерянную вещь да называйте какая какую вещь и говорить если в этом есть благо пусть она найдется ну так получилось что действительно часах оказалось есть благо и они все-таки вернулись ко мне а